Итоги 2015-го подводит глава Огудневского поселения Николай Сорокин. Отчетный доклад о социально-экономическом развитии в прошедшем году состоялся в рамках открытого заседания местного совета депутатов. Так что дать оценку информации смогли не только народные избранники, но и сами жители. Порядка 130 миллионов рублей в 2015-м составили доходы Огудневского бюджета. Расходы около 93 миллионов. Более 50% этих средств было направлено на решение социальных вопросов, таких как благоустройство дворовых территорий. За прошлый год были выполнены построенные площадки в деревне Огуднево, в конце домов 6-8, в сквере Славы. Деревня Огуднево, у домов 4-5 детская площадка. В поселке Плюквенный по программе губернатора Московской области выполнена детская площадка у дома 132. Детские площадки заметно яркие. Также в 2015 году в плане благоустройства была проведена большая работа по реконструкции мемориала в деревне Оксинино. Здесь же на месте сгоревшего более 20 лет назад деревенского дома культуры появился новый досуговый центр, долгожданный для местного населения. Кроме того, отремонтирован фасад ДК в деревне Огуднево. Многое было сделано для восстановления переданного от Министерства обороны поселка Клюквенный. Пришлось полностью приводить в порядок инженерные коммуникации и благоустройства. Хочется отметить активную работу и совета депутатов, и администрации. И всегда я с удовольствием помогаю этому муниципальному образованию. И детские сады, и клубная система. И в 2016 году выделено из депутатского фонда миллион рублей на установку спортивной площадки. Проблемным вопросом, как и во многих сельских поселениях, остаются дороги. В 2015 году отремонтировано более 11,5 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Однако местные жители ожидают дальнейшей работы. Мы бы хотели, чтобы стоянки для машин были, чтобы и дороги соответственно. Николай Сорокин заверил, такая работа будет продолжена. За это время мы должны сделать автомобильные дороги. Это деревня Воря-Богородская, деревня Огунья, улица Козный, центральный участок, автодорога 9-го дома до автомобилей, дороги Огунья-Петровской. Протяженностью 1862 погодных метра. Будет выполнен ремонт внутриквардальных автомобильных дорог с устройством парковочных комаров на деревне Огунья, дворе, домов 6, 7, 8 и 9. Сильная экономика – основа социальной инфраструктуры. Для ее развития в Огуньевском также делается многое. На территории поселения работает порядка 140 предприятий. В 2016-м был открыт завод по производству перспективного биотоплива пилетов. Но это лишь первая ласточка воплощения самой интересной задумки впереди. В деревнях Синьена должен появиться большой индустриальный парк. Площадка или технопарк, который планируется здесь, это не что иное, как выполнение той главной задачи на перспективу, о которой мы все говорим. Это создание рабочих мест в Щелковском районе. Владимир Шапкин также отметил, что в регионе создаются условия для развития сельского хозяйства. В поселениях был принят закон, повышающий налог для сельхозземель, не используемых по назначению. В результате у нас, если в 2011-м году использовалось всего лишь 45% сельскохозземель в Московской области, то сейчас используется уже 75%. Продолжат поселения и развиваться и в плане социальной инфраструктуры. Продолжается строительство спорткомплекса в деревне Огуднево. Планируют реконструировать Огудневский дом культуры, начать реализацию договора о развитии застроенной территории в поселке Клюквиной, в рамках которого там должны появиться 12 жилых домов, школа и детский сад. И местные депутаты, и представители районного совета отметили, что несмотря на сложные экономические условия и изменения в законе о местном самоуправлении, передачу большей части полномочий к районной администрации, руководство поселения решило в прошедшем году множество важных вопросов. Николай Алексеевич, администрация сельского поселения Огудневого, совет депутатов смогли, несмотря на все, реализовать те проекты, которые начали. Я считаю, что в целом администрация нашего поселения сработала в целом положительно. У нас всегда все меняется. У нас наш глава очень такой энергичный, и он всегда с задумками, чтобы что-то такое новенькое было. За успехи – стимул к дальнейшей плодотворной работе. В рамках заседания главе администрации был вручен знак Московской областной думы за содействие закону. Александр Гранич, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».